Переходы на личности, упреки в марксистских взглядах и США, как и Венесуэла, на стероидах. Это все о дебатах кандидатов в американские президенты. Трамп и Харрис говорили и о проблемах в мире, и о конфликте на Украине. Вот только не разойдутся ли предвыборные заявления с будущими решениями. Максим Селиков следит за американской предвыборной гонкой. Максим, привет, ну рассказывай, какие новости. Да, прямо сейчас поговорим об этом подробнее. Телевстречи Трампа и Харрис состоялись, что сказать, с Байденом. Все-таки было повеселее. Журналисты подсчитали, что во время дебатов кандидаты упомянули Владимира Путина 10 раз, а Россию 12. В остальном это было полтора часа политической брани, рассчитанной на американского зрителя. Никто из кандидатов так и не смог одержать уверенной победы. Сейчас в американской прессе можно наблюдать такой интересный момент. Сегодня мало, чтобы зритель посмотрел дебаты. У него должно сформироваться мнение о том, что он увидел. Этим сейчас активно как раз занимаются западные СМИ. Под микроскопом они изучают высказывания оппонентов. Где, как и кто соврал, что пообещал, почему этого никогда не будет и к чему приведет Америку. До выборов остается 55 дней. Явного лидера нет. Самое время усиленно объяснять американцам, какой надо сделать выбор. В Кремле еще вчера заявили, что не будут следить за дебатами. Кандидаты спорили про экономику, аборты и конфликт на Украине. Подчас, переходя на личности, Харрис явно выходила с четким планом выставить Трампа таким немного сумасшедшим. Вывести его из себя. Ему приходилось часто защищаться. Камала пыталась разозлить его, чтобы заставить отклониться от курса и направить дискуссию в благоприятное для себя русло. Сейчас внимание многих приковано к украшениям Камалы Харрис. Давайте мы на них посмотрим вместе. Дело в том, что вот эти серьги, похоже, они были непростыми. Я говорю не о цене или бренде, а об их функционале. Вот они здесь чуточку поближе. Давайте посмотрим. Вот мы видим с вами, это, наверное, жемчуг, золото. Дело в том, что вроде бы вполне сдержанно, но похоже, что это не просто серьги, потому что я покажу вам вот это. Сейчас, вот смотрите, дуга вроде бы, жемчуг, все одинаково. Дело в том, что это аудиогарнитура. И благодаря ей можно, в принципе, прекрасно слушать музыку или, например, разговаривать по телефону. Время работы ее составляет 3,5 часа в режиме прослушивания аудио и 2,5 часа в режиме разговора. Впервые об этом проекте стало известно несколько лет назад. Его авторам удалось собрать в два раза больше денег, чем они планировали. Но вот можете сами сопоставить. Вот серьги аудиогарнитура и вот эти самые серьги, которые были на Камале Харрис. Могли ли для нее сделать спецзаказ по чьей-то просьбе? В принципе, да. Или мог кто-то, например, переделать уже готовые? Этого тоже исключать нельзя. Может быть, именно поэтому она смогла так уверенно говорить и отвечать на вопросы, потому что ей их надиктовывали. Сейчас это очень бурно обсуждают в социальных сетях. Еще многие отметили поведение вице-президента в студии. Если Трамп был такой собранный в момент выступления оппонента, вел себя как обычно, то Харрис отыгрывала буквально на каждое сказанное им слово. И так повернется. И тут взглядом поведет. Где-то небольшая ухмылка, покачивание головой. Все эти, как сейчас говорят, сервисные движения напоминали выверенную актерскую игру. Она часто смотрела в камеру, вот как я сейчас, будто бы лично обращаясь к каждому зрителю. Похоже, что занятия в тренировочном павильоне, которые ей построили в реальную величину телестудии, явно не прошли даром. В штабе понимали, что надо переписать в головах избирателей такую взбалмошную и вечно смеющуюся Харрис из мемов на уверенную в своей победе такую героиню голливудского кино. Но нокаута в этих дебатах зрители так и не увидели. В СМИ разные выводы. Те, кто за демократов отдают победу Харрис, республиканские медиа, конечно же, за Трампа. Сам экс-президент прокомментировал встречу так. Битва одного против трех. Имея в виду, конечно, Камалу и двух ведущих, которых обвинили в предвзятости. С телеканалом ABC, где проходили дебаты у Трампа, таки давно натянутые отношения, приведу несколько высказываний, которые делал экс-президент про ABC. Например, «Грязная лживая помойка», «Самый отвратительный канал», «Сборище ненавистников Трампа». Ну, понятно, что двое ведущих готовились поквитаться за сказанное, и в ходе беседы они откровенно поддавливали Трампа, так что он был на грани, но все-таки сдержался, иногда уходя, конечно, далеко от темы, заданного ему вопросом. Руководство телеканала Fox News тем временем предложило организовать на своей платформе вторые дебаты между кандидатами в президенты. Они могут пройти в октябре. Я думаю, оба кандидата не станут отказываться от эфиров, ведь отказ могут посчитать поражением. А этого перед выборами делать никак нельзя. Ну что ж, будем следить за американской повесткой. Максим, спасибо. Интересно было про выборы послушать. Максим Селиков и сказал, что там в Америке сейчас происходит с выборами.